Всем привет! Сегодня у нас тут переношенное покрытие. Этот маникюрчик делала я два месяца назад. Как ни странно, все относилось достаточно неплохо, ничего не сломалось, а все благодаря тому, что было укрепление акриловой пудрой. Снимаю покрытие твердосплавной фрезой с Алиэкспресс, зеленой сечкой, очень классная фреза, но у меня она почему-то быстро гнется. А так, в целом, она снимает очень быстро и безболезненно, скажем так. Не рекомендуется так переношивать покрытие, аж целых два месяца, я считаю, что нужно покрытие носить 3-4 недели максимум, иначе начинает перемещаться центр тяжести ногтя, точнее наш апекс смещается к краю ногтя, тем самым могут произойти надлома у точек в роста. Это достаточно болезненный процесс, когда у вас ноготь ломается и минуточек в роста. Обычно там бывают трещины по мясу, но в этом случае у нас не было никаких проблем, все целое, и это очень даже хорошо, но это не значит, что нужно так носить ногти. Пилочка для искусственных ногтей я выравниваю поверхность ногтей, выравниваю весь искусственный материал, и пилочкой для натуральных ногтей передаю форму овал, потому что у нас тут небольшая длина, а на такой длине рекомендуется сделать форму овал, а не миндаль, заметьте, потому что миндаль на такой длине будет смотреться как куриные лапки, а нам этого не нужно. Как обычно здесь орудую фрезой пламя с красной насечкой, приподнимаю кутикулу, вычищаю птериги. Движения всегда плавные, мы не врезаемся в ноготь, чтобы не делать пропилы. Обрабатываю боковые валики, убираю всю сухую кожу, в общем все как всегда. Помогаем щеточкой, убираем опил, смотрим вглубь, чтобы у нас все было чистенько, аккуратненько. Также я переключаю на форвард и работаю в другую сторону. Вы можете работать по-другому, вы можете сначала работать на форварде, затем на реверсе. Тут в общем как кому удобно, главное не перепиливать ногти. Боковые валики у нас сухие, кутикула очень влажная, поэтому на этих ручках я всегда использую ножнички. Ножнички тоже, кстати, инструмент очень индивидуальный, каждому под свою ладонь подходят свои ножнички. У меня ножнички от Zinger, мне они очень нравятся, такие с золотыми ручками. Дорабатываю маникюрчик шариком с красной насечкой, диаметр его 40 мм. Убираю пил, обезжириваю ногти, прохожусь праймером, все как обычно, это делать нужно и обязательно, чтобы у нас хорошенечко база держалась. Наношу тонкий слой базы сразу на все ногти, у меня здесь база розовенькая такая от Miss She, как мне написали в комментариях, она читается. Просушиваем, затем я делаю укрепление акриловой пудрой снова, так как эта клиентка любит ходить по 2 месяца и только так у нее носится покрытие. Наношу базу, на мокрую базу посыпаю акриловую пудру на весь ноготь, прошу заметить. Да, ногти были толстенькие, но так просила клиентка. После просушки стряхиваю всю эту пудру, обратную баночку. Пудра у меня, кстати, от Elite 99, она мне вполне устраивает, она очень мелко помола, даже другой нет смысла покупать. После этого я выравнивающий слой базы наношу, чтобы ноготочки были у нас ровненькие. Чтобы ногти не были совсем пузатенькие, обычно на торцах я еще прохожусь пирочкой, как бы убирая немножечко толщину. Ну, на камеру решила вам не показывать, думаю, просто так скажу. Выбрала клиентка красный 187 от El Paz. Очень-очень плотный, красный, насыщенный, классический цвет, нам очень с ней понравился. Кстати, советую эти бюджетные гейлаки, очень хорошие и плотные, и хорошо выравниваются. Второй гейлак у нас здесь от Bon Pretty, это молочный, у меня свое номинование и, точнее, нумерация. Наношу его здесь в один слой, клиентке захотелось разбавить такой красный с таким молочным белым ноготком, захотелось эдакой изюминки. И захотелось эдакой каких-то геометрических полосочек, линейчик. В общем, рисую две полоски вниз и в дальнейшем две полоски по горизонтали. Рисовать такие тонкие линии ничего сложного нет. Нужно просто понимать, как это делать. Главное, чтобы у нас была тонкая-тонкая и длинная кисть, чтобы у нас была пигментированная краска. И мы как бы вытягиваем, нажимаем полностью всю кисть и вытягиваем линию. Гель-краска у меня от Fengtion May, мне она очень нравится, пока не пробовала другую. И наношу топ от мечей. Он идеально блестит. Просто вы видели, два месяца клиентка с ним проходила, он до сих пор блестил у них. Вот что в итоге у меня получилось. Если вам понравилось, поставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. И всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok